Форменный идиотизм. Так, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев охарактеризовал ситуацию, которая сложилась с тротуаром на улице Правды. Сейчас там ведутся работы по прокладке теплотрассы. Столь резкую реакцию главы города вызвали размещенные в социальных сетях фотографии, на которых видно, как строители демонтировали часть уже отремонтированного покрытия. Вот тротуар вначале сделали, заасфальтировали. Новенький, видите, кусочек. Вон бордюрный камень свежий. А потом приехал губернатор Севтеплоэнерго наш и решил там провести работы уже свои. Михаила Развожаева возмутила несогласованная работа профильных структур правительства и представителей ресурсоснабжающих организаций. Понятно, что это уже как бы насмешили всех, но теперь надо просто понять, как вот это такое все происходит. Я просто год толдычу всем по поводу синхронизации, последовательности, комплексности. Заместитель губернатора Владимир Базаров в свою очередь отметил, что представители губ Севтеплоэнерго предпринимали попытки проложить теплотрассу в тот период, когда шли работы по благоустройству проезжей части. Севтеплоэнерго, проектируя замену теплотрассы и видя, что начались ремонтные работы, вышел на Севавтодор и попросил подождать. Я, к сожалению, тоже постфактум об этом узнал. Я на своих, когда увидел вот эту вот историю, я на своих, на Севтеплоэнерго там, извиняюсь, спустил полкана, что такое, как же так. Они говорят, мы просили, чтобы нас подождали. Но у дорожников были жесткие сроки, они ждать не смогли. Нам пришлось проект уже готовый перепроектировать, сдвигаться, из-под дороги уходить под тротуар, ну, чтобы, скажем так, потери были меньшими. Ну, естественно, в проекте теплотрассы есть восстановление благоустройства. Глава города призвал руководителя департамента транспорта не подходить формально к ремонту дорог. Ну, это просто подрядчики получили контракт, делают, что хотят, а никто не контролирует ситуацию. Никто не удосужился уточнить, сверить планы. Ну, понятно. Отторговали у них сроки, понятно, они с петровной санкции не хотят получить. Каждый занимается своим делом. На выходе, конечно, идиотизм форменный. В заключении Михаил Развожаев предложил создать специальную комиссию, которая будет контролировать взаимодействие и согласованность действий профильных структур правительства и ресурсоснабжающих организаций.